Здравствуйте, друзья! Это звук нового мотора от компании Bugatti. И этот звук – настоящий мёд для ушей всех, кто тоскует по большим, настоящим и трушным ДВС. Данный тизер разрушает вдребезги все сомнения и догадки о том, какой мотор будет использоваться в преемнике Широн. В компании решили не мудрить и пойти самым сложным, но в то же время самым верным путём – создать абсолютно новый силовой агрегат для нового автомобиля. И не исключено, что на такое решение повлиял сам материмок, который, кстати, опубликовал снимки внутренностей мотора. Как вы уже успели заметить, Bugatti не хочет расставаться с индексом 16, так что преемник тоже получит 16-цилиндровый силовой агрегат. Правда, компоновка изменилась. В нынешнем Широн используется дубль V16, и он представляет из себя два узкоугольных V8, построенных на общем коленчатом валу. Такая конструкция имеет свои преимущества – мотор получился хоть и шире, но при этом коротким, так что его проще разместить в моторном отсеке. Новая же разработка компании – это полноценный V16. Такие моторы редко встречались в автомобильной истории, и невооружённым взглядом ясно, что V16 длиннее своего собрата. Так что, возможно, преемник Широн будет длиннее, чтобы комфортно разместить этот мотор посередине. Объём двигателя, как и силовые показатели моторов компании не раскрывают. Всё, что о нём известно, это то, что в нём есть гибридная надстройка. Куда же без этого? Вопрос в том, каким путём пойдёт Bugatti – наращивание мощности или снижение массы конечного продукта. Какую политику выберет компания? И мы это сможем узнать уже в ближайшее время. Судя по слухам, премьера нового гиперкара от Bugatti состоится уже в июне 2024 года. Так что ждать осталось не так уж и долго. Rolls-Royce продолжает покорять мир своими чудовищно дорогими и эксклюзивными проектами. И сегодня компания представила на суд широкой общественности свой новый продукт – Rolls-Royce Arcadia Drop Tail. Это третий по счёту автомобиль из семейства Drop Tail. Своё имя Родстер получил в честь мифического царства Аркадии – место, изображённого в древнегреческой мифологии, как рай на земле. Чтобы удовлетворить амбиции заказчика, дизайнеры Rolls-Royce разработали спокойную, естественную двухцветную окраску кузова. На первый взгляд белый цвет кажется однотонным, но при дальнейшем изучении становится ясно, что это не так. Для этого в основной цвет были добавлены частички алюминия и стекла. Такое решение создаёт эффект мерцания, когда свет падает на кузов, и при ближайшем рассмотрении создаёт иллюзию бесконечной глубины краски. В отличие от других моделей семейства Drop Tail, углеродное волокно, используемое для изготовления нижних секций, окрашено в сплошной серебристый цвет, а не оставлено полностью или частично открытым. Это особенность именно этой модели. В знак уважения к блестящей зеркальной отделке первых моделей Rolls-Royce, внешняя окантовка решётки радиатора и 22-дюймовые лёгкосплавные диски были полностью отполированы до зеркального блеска. Интерьер данного проекта – это отдельная тема, его фишка – это большое количество дерева. Разработка деревянных панелей занимает центральное место в интерьере Аркадия, а владелец был особо придирчив к текстуре и цвету данных панелей. Для решения этой задачи была использована древесина лиственных пород высокой плотности – Straight Grain, и это стало серьёзной проблемой для мастеров марки. Всё дело в том, что такой тип древесины имеет один из самых тонких типов волокон среди всех пород древесины, используемых в Rolls-Royce. Если с ним не обращаться с максимальной осторожностью, он легко рвётся при механической обработке и даёт трещины в процессе сушки. Несмотря на трудности, связанные с работой с этим деликатным материалом, этот тип древесины используется во всём автомобиле, включая аэродинамически функциональную заднюю секцию деки, где зернистая шпона с открытыми порами укладывается под идеальным углом в 55 градусов. Чтобы добиться идеальной композиции на фоне сложной геометрии, мастера Rolls-Royce использовали в общей сложности 233 куска дерева, из которых 76 штук были нанесены только на заднюю палубу. Учитывая, что клиент будет эксплуатировать автомобиль по всему миру, в том числе и в странах с тропическим климатом, особое внимание было уделено разработке системы защиты. Первоначально компания рассматривала покрытие, которое используется на суперяхтах для обработки деревянных панелей. Но это решение было отвергнуто, поскольку оно требует регулярного обслуживания и повторного нанесения. Вместо этого был разработан специальный лаг, который требует всего одного нанесения в течение всего срока службы автомобиля. Чтобы проверить это покрытие, специалисты Rolls-Royce разработали уникальный протокол испытаний, в котором куски шпона подвергались суровому циклу внутри специальной машины, имитирующей экстремальные погодные условия. Испытания проводились в течение тысячи часов на 18 различных образцах, прежде чем специалисты марки были удовлетворены долговечностью изделий. В общей сложности на разработку деревянных деталей и защитного покрытия ушло более 8 тысяч часов. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Но ни одним деревом готов порадовать клиента автомобиль. Часть салона обшита кожей, причем выполнена она в двух полностью сделанных на заказ оттенках, названных в честь клиента и предназначенных исключительно для его использования. Основным цветом кожи является оттенок Bespoke White, продолжающий тему внешней окраски, в то время как контрастная кожа – это коричневый цвет Bespoke, разработанный, чтобы идеально дополнить выбранную древесину. Интерьер также включает в себя изысканную шаль, которая объединяет все четыре автомобиля Drop Tail и является самой большой сплошной деревянной секцией, когда-либо встречающейся на автомобилях Rolls-Royce. Применение дерева в сложных изгибах интерьера потребовало от инженеров Rolls-Royce разработки совершенно новой подконструкции для нескольких компонентов. Сложная геометрия приборной панели, дверных накладок и центрального консольного подлокотника должна была быть невероятно жесткой, чтобы их можно было украсить деревянными элементами. Для решения этой задачи инженеры обратились к технологиям наслоения углеродного волокна, используемым в Формулу-1, чтобы разработать невероятно жесткую основу, на которую можно было бы нанести древесину, тем самым гарантируя, что она останется неподвижной и не деформируется от физического воздействия. А что же у новинки с технической составляющей? Линейка Droptail фокусируется на роскоши, а не на производительности, поэтому Rolls-Royce не рекламирует трансмиссию автомобиля. Но для тех, кому это интересно, все родстеры данной линейки используют новое монококковое шасси, а не алюминиевое шасси с пространственной рамой. Таким образом, родстеры не основаны на платформе Architecture of Luxury, которая используется на других моделях компании. Все родстеры оснащены V12 с двойным турбонадувом объемом в 6,75 литра. Это двигатель N74B68, который является производным вариантом от мотора BMW N74. Мощность мотора составляет 600 лошадиных сил. Само собой, Аркадия существует в единственном экземпляре, а ее стоимость превышает 30 миллионов долларов. Такова цена за эксклюзивный проект от Rolls-Royce. Что-то в последнее время компания Audi не очень радует своих поклонников новинками, и, судя по всему, с новым поколением A8 тоже придется подождать. А всему виной жажда наживы. Audi планирует продлить жизненный цикл текущего поколения A8 на несколько лет. На это повлияло несколько факторов. Первое – это задержка в запуске полностью электрического наследника, а второе – это то, что A8 с двигателем внутреннего сгорания, пользуется огромным успехом в Китае, и компания хочет выжать максимум из сложившейся ситуации. Кроме того, рост рынка электрокаров стал замедляться, и компания теперь не спешит с выпуском полностью электрического флагмана. Напомню, что четвертое поколение Audi A8 дебютировало в 2017 году и подверглось обновлению в середине 2021 года. Изначально полностью электрический наследник должен был выйти в 2024 году, однако сейчас кажется, что запуск будет отложен, по крайней мере, до 2027 года. Взамен Audi предложит еще один фейслифт, чтобы сохранить привлекательность текущей модели на несколько дополнительных лет. Представитель Audi сообщил немецкому журналу AMS, что в настоящее время нет планов прекращать производство текущей A8, ссылаясь на успешные продажи существующей модели в Китае. Хотя представитель не предоставил подробностей о будущих планах Audi. Издание сообщает, что в компании ведутся обсуждения о возможности еще одного фейслифта для A8. Стоит отметить, что аналогичная стратегия была использована с Audi Q7, который получил свой второй фейслифт в начале этого года, несмотря на то, что он был изначально представлен еще в 2015 году. Большие седаны с двигателями внутреннего сгорания продолжают пользоваться популярностью среди покупателей в Китае, где Audi предлагает длиннобазную A8, а также еще более длинную и роскошную версию Хорьх. В ответ на интерес со стороны клиентов автопроизводитель планирует предоставить дополнительные варианты персонализации для своего флагманского седана в Китае. Будут ли подобные опции доступны на европейских и североамериканском рынках, пока не ясно. Такие вот дела, ребята, так что новую A8 мы увидим не скоро. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели этот ролик, надеюсь, что вам было интересно, а чтобы не пропускать новое видео, рекомендую подписаться на канал, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok